Проследят за ходом выборов везде, включая следственные изоляторы. Общественные наблюдательные комиссии в течение всех трех дней голосования в сентябре 2021 года будут работать в том числе и в СИЗО. Такое соглашение подписали Общественная палата Самарской области и Общественная наблюдательная комиссия региона. Главная задача – обеспечить контроль за соблюдением избирательных прав всех граждан, в том числе и тех, которые находятся в местах принудительного содержания. Протокол взаимодействия предусматривает информационный обмен по вопросам участия представителей сторон в наблюдении за голосованием. Обучение членов Общественных наблюдательных комиссий – основу законодательства о выборах. Вопрос достаточно тонкий, этичный и всегда к нему особое отношение. И то, что заключается такое соглашение, на мой взгляд, это правильно. В 63-м регионе в состав Общественной комиссии входят 18 человек. Именно они и будут следить за ходом выборов в местах принудительного содержания. В Самарской области их три – в Тольятти, Сызрани и в Самаре. До этого года граждане, находящиеся в следственном изоляторе, опускали бюллетени в стационарные урны. На выборах 2021 года было принято решение провести голосование с помощью переносного избирательного ящика. Работа у нас, в принципе, налажена, построена. Каких-то, я думаю, нюансов у нас не последует. Мы в плане подготовки к этим выборам взаимодействуем со всеми заинтересованными органами государственной власти, общественными организациями. Поэтому я думаю, что и эти выборы пройдут на достаточно высоком уровне. Лица, содержащиеся в местах принудительного содержания, не решены права, в том числе, быть избранными. Но избирать, да. И поэтому то, что наблюдатели от ОНК с помощью штаба общественного независимого наблюдения будут четко следить за тем, чтобы они свободно выразили свою роль на предстоящих выборах. Подобные соглашения будут подписаны и в других регионах. В рамках соглашения Общественная палата Самарской области и ОНК будут проводить взаимные консультации и обмениваться опытом при осуществлении наблюдения за голосованием. Мэри Елчан, Константин Головин. События.